Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Бугнова Инна Анатольевна. И сегодня мы вместе с вами попробуем ответить на вопрос «Как помочь школьнику выполнить домашние задания по литературному чтению?». Надеюсь, что вы меня слышите, и поэтому в ходе совместной работы у нас обязательно всё получится. На какие вопросы мы сегодня постараемся ответить? Ну, во-первых, мы посмотрим, какая связь существует между аудиторной и домашней работой. Мы посмотрим, какие задания по литературному чтению могут быть заданы ученикам на дом. Мы посмотрим, как организовать выполнение домашнего задания по литературному чтению. И, наконец, чем мы можем помочь школьнику выполнить задания по предмету литературное чтение. Итак, первый вопрос, который стоит перед нами – какая связь должна быть между аудиторной и домашней работой? Если рассматривать нормативные документы, то очень чётко мы увидим в постановлении главного государственно-санитарного врача об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в школах. А это один из главных нормативных документов, в соответствии с которым строится обучение. Так вот, в этом документе прописано, что объём домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в астрономических часах, во вторых-третьих классах – полтора часа, в четвёртых-пятых – два часа. Первоклассники учатся без домашнего задания. Именно этих нормативов обязан придерживаться учитель начальной школы, когда создаёт домашнее задание по всем предметам – русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. Оно должно быть такого объёма, чтобы ребёнок во вторых-третьих классах затратил максимум полтора часа, а в четвёртых-пятых – два часа. Вообще споры о домашнем задании, о том, нужно ли домашнее задание или не нужно его задавать, и о том, в каком объёме задавать, если его действительно задавать, не прекращались никогда. Они были сто лет назад, пятьдесят лет назад, они звучат и поныне. И в каждое время учёные, педагоги отвечали на этот вопрос по-разному. Но что тревожит педагогов и учёных на сегодняшнем этапе? Их тревожит тот факт, что домашнее задание является обязательной частью обучения. И это уже цветная традиция. Прошёл урок, получи задание на следующий. 97% учителей дают домашние задания на каждом или почти на каждом уроке. Оправдано ли это? Учеников в классе много, а задание одно на всех. При этом мы понимаем, что дети в классе абсолютно разные. Есть дети с хорошей подготовкой и с возможностями, познавательными возможностями, а есть дети, которым обучение в какой-то период даётся с трудом. При этом и ученик, которому трудно учиться, и ученик, который учится наиболее успешно, получает одинаковое задание. Содержание домашних заданий – это те же задания из учебника, которые были на уроке. Тогда зачем эти задания? С какой целью они даются? Чаще всего задаёт то, что легче проверить и оценить. Домашние задания учеников 3-го, 6-го, 10-го класса не имеют существенной разницы. Как правило, как я уже сказала, эти все задания из учебника – «Спеши», «Подчеркни», «Найди», «Сосчитай», «Реши» и так далее. И кроме того, домашние задания и в сентябре, и в мае не имеют существенной разницы. По сути, сентябрь – это начало учебного года, когда дети приходят после летнего отдыха, а май месяц – это повторение изученного материала, а значит, и задания должны быть разные. Но вот эти вопросы тревожат и продолжают тревожить педагогов, Поэтому вопрос о домашнем задании и по сей день остаётся открытым. Поэтому нам с вами ничто не остаётся, как посмотреть, какие же задания по литературному чтению могут быть заданы на дом, а впоследствии, как помочь школьнику их выполнить. Итак, что может задать учитель, и что задаёт учитель чаще всего по литературному чтению в начальной школе? Чаще всего перечитайте дома текст и ответить на вопросы. Или разделить текст на части, или составить план текста, или подготовить пересказ. И в зависимости от класса это может быть подробный пересказ, краткий пересказ, выборочный или творческий пересказ. Дать характеристику героя, нарисовать рисунок тексту, сочинить загадку, считалку, сказку, выполнить какое-то творческое задание, прочитать выразительно, или по ролям, разыграть какую-то сценку, или выучить наизусть. Вот чаще всего учителя по литературному чтению задают именно эти задания. Надо сказать, что часть этих заданий, с частью этих заданий, подавляющие большинство детей, справляются трудно, потому что большая часть подготовки к выполнению такого домашнего задания должна быть проведена во время классной работы. Ну, в силу разных обстоятельств получают дети такое задание, а значит, как я уже сказала, мы с вами попробуем ответить на вопрос, как же им помочь. Итак, как организовать выполнение домашнего задания по литературному чтению? Давайте посмотрим. Учебник – это главный информационный ресурс для наших учеников. Поэтому всё, что мы видим в учебнике, должно работать на ребёнка. А это значит, что ребёнок должен уметь работать с той информационной частью, которая представлена в учебнике. Приведу пример. Литературное чтение, второй класс, часть первая. Раздел «Я и мои друзья», где написано, с чем дети познакомятся, чему научатся и чему будут учиться в дальнейшем. И текст Валентины Асеевой «Собака яростно лаяла». С теми вопросами, ответы на которых предлагается найти детям на уроке. И во время беседы учащиеся отвечают на вопросы после текста, а именно определяют героев, восстанавливают последовательность действий, анализируют тот поступок, который совершили герои, делают определённые выводы, соотносятся с своим личным мировоззрением, как бы они поступили на месте этих мальчиков. И, возможно, это уже есть подготовка к подробному пересказу. А дальше в учебнике существует памятка, как пересказать рассказ по рисунку. Рисунок – это та опора, которая поможет выполнить пересказ. Что для этого нужно сделать? Назвать, кто изображён, определить, какой текст соответствует иллюстрации, найти главные, самые важные слова, разделить текст на части, озаглавить части и составить план. Вот по этой памятке мы будем детей учить работать, а для этого пройдём весь этот путь вместе. Итак, текст, который представлен в учебнике. Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавши к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали. Что будет? В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам. «Как вам не стыдно?» «А что стыдно?» «Мы ничего не делали», – удивились мальчики. Итак, давайте назовём, кто же изображён на рисунке. На рисунке мы видим двух мальчиков, женщину, которая выглядывает из окна, собаку, которая лает на взъерошенного маленького котёнка. Следующим пунктом плана мы должны определить, какой же текст соответствует иллюстрации. И мы видим, что первый абзац мы можем полностью отнести к этой иллюстрации. И заканчивается этот текст следующим. «Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. В окно выглянула женщина». Теперь нам очень важно определить самые главные, важные слова для того, чтобы потом разделить текст на части. Мы внимательно смотрим, что же делали эти герои. Собака лаяла, котёнок сидел, раскрывал рот и жалобно мяукал. Почему эти слова главные? Потому что, понятно, нам нужно объяснить действия каждого героя. Собака лаяла, а котёнок не просто сидел, а чтобы показать его беспомощность, мы обязательно добавляем слова «раскрывал рот» и «жалобно мяукал». Кто же был рядом? Два мальчика и женщина, которая выглянула в окно. Вот на основе этих слов мы и будем дальше работать, составляя план текста. Поскольку у нас уже в учебнике текст разделён на две части, и понятно, что в первой части рассказывается о собаке и котёнке, а во втором встрече уже о разговоре женщины и мальчиков, то эти две части мы с вами и оставим. Итак, теперь мы нашли главные слова, и у нас с вами получился следующий текст. Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней сидел, прижавший к забору, маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. О чём же рассказывают эти главные, важные слова? Что же произошло в первой части? Собака лает на котёнка, потому что если бы этого не случилось, то и рассказов бы не было. Поэтому эту часть мы можем и заглавить. Собака лает на котёнка. Во второй части речь идёт о том, как неподалёку стояли два мальчика и ждали. Что будет? В окно выглянула женщина. Что главное произошло в этой части? Чей поступок удивил женщину? Чей поступок мы можем осудить? Что неподалёку стояли два мальчика и ждали. И что же нас возмутило? Что мальчики наблюдают. Они не подходят, не помогают котёнку. Они молча наблюдают за тем, что будет. Именно на основе этих главных слов мы озаглавили каждую часть, и тем самым у нас получился план текста. Опираясь на этот план и на опорные слова, которые мы выделяли, в дальнейшем детям будет легче составить пересказ. С помощью чего мы выполнили домашнее задание? С помощью памятки, которая есть в учебнике. Таких памяток в учебниках литературного чтения достаточно. И мы сегодня ещё одну посмотрим. Есть памятки, как составить подробный пересказ, краткий пересказ, выборочный, творческий, как лучше выучить стихотворение наизусть и так далее. Если внимательно рассматривать эти памятки и на основе этих памяток составлять план работы, то, естественно, что ребёнку этим самым будет оказана большая помощь в приготовлении домашнего задания. Но не всегда ребёнок может самостоятельно выполнить домашние задания. И тогда, конечно, в силу разных обстоятельств, может быть, ребёнок проболел, пропустил урок, не понял какой-то материал. И тогда, конечно, могут подключаться и родители. Я уже сказала, что все перечисленные задания вызывают трудности у младших школьников. Особую трудность представляет задание разделить текст на части, озаглавить каждую часть и составить план. Это трудно. Трудно составить пересказ, особенно краткий пересказ, особенно выборочный и творческий. Трудно выполнить какое-то творческое задание. Не всегда наши дети могут дать характеристику на основе текста герою произведения. Вот сегодня я покажу вам несколько достаточно несложных приёмов, которые позволят помочь вашим детям выполнять задания по литературному чтению. Давайте посмотрим. Итак, хорошо известный текст «Еж-спаситель» Виталия Бианки. Вы видите, что этот текст находится на слайде перед нами без деления на части, без красных строк. И именно с таким текстом могут познакомиться дети. Поскольку на следующем слайде мы будем его читать, знакомиться с этим текстом, то на этом слайде я не буду его читать. Вы просто посмотрите, что этот текст напечатан без красной строки и без деления на смысловые части. Соответственно, мы с вами должны узнать несколько приёмов, которые позволят нам делить текст на смысловые части. На самом деле, условно, текст делится на части следующим образом. Как правило, когда появляется новый герой, это значит, начинается новая часть, или изменяются обстоятельства, или меняется время действия, или меняется место действия. То есть что-то меняется, происходит какая-то перемена по сравнению с тем, о чём шла речь. Вот тогда это является сигналом к тому, что начинается новая часть. Понятно, что наши дети, дети, которые обучаются в начальной школе, могут разделить текст на слишком мелкие части. Тогда на следующем этапе предстоит объединять эти части по смыслу, связанные между собой. Вот и давайте посмотрим, каким же образом, используя этот приём, мы можем разделить текст на части. Итак, начало. Маша проснулась рано-рано, накинула на себя платьишко, и как была босиком, побежала в лес. В лесу на пригорке было много земляники. Итак, давайте посмотрим. Помните, я сказала, как только меняется место действия, мы можем говорить о том, что появляется новая часть. Если в первом предложении речь шла о том, что Маша была в доме и выбежала из того самого дома, побежала в лес, то слово «в лесу» даёт нам сигнал о том, что начинается новая часть. Дальше действие происходит в лесу. Что же происходит в лесу? В лесу на пригорке было много земляники. Маша живо набрала корзиночку и побежала назад к дому, прыгая по холодным отрасы кочкам. Но вдруг поскользнулась и громко вскрикнула от боли. Её босая нога, сорвавшись с кочки, до крови укололась и какие-то острые колючки. Итак, что же произошло в лесу? Маша набрала корзиночку ягод, но подскользнулась, упала, укололась об острые колючки. Откуда появились эти колючки? Что же происходит дальше? Оказалось, под кочкой сидел ёж. Что мы видим? Что появляется новый герой. Слово «оказалось» является тем самым сигналом, который говорит о том, что начинается третья часть. «Оказалось, под кочкой сидел ёж». И дальше речь идёт о еже. Он сейчас же свернулся в клубок и зафокал. Маша заплакала, уселась на соседнюю кочку и стала обтирать кровь с ноги. Ёж замолчала. Повествование о еже закончилось, потому что дальше появляется слово «вдруг». И, глядя на текст, мы понимаем, что появляется новый герой. А это значит, что начинается следующая часть. Кто же этот герой? Вдруг прямо на Машу ползёт большая серая змея с чёрным зигзагом на спине, ядовитая гадюка. От страха у Маши руки-ноги отнялись, а гадюка ползёт, к ней шипит и высовывает раздвоенный язык. Посмотрите, опять часть заканчивается. Закончилось повествование о том, как гадюка напугала Машу. Что же происходит дальше? И опять слова-сигналы. Тут вдруг Ёж развернулся. Меняется, да, Маша и змея дальше. Тут вдруг Ёж развернулся и быстро-быстро засеменил навстречу змее. Гадюка кинула всем передом тело и кинулась на него, как плетью ударила. Но Ёж ловко подставил ей свои колючки. Гадюка страшно зашипела, повернулась и хотела уползти от него. Ёж бросился за ней, схватил зубами позади головы и наступил ей на спину лапой. О ком была эта часть текста? О еже и гадюке, о их схватке. Но она закончилась, эта часть. Дальше не продолжается. Дальше герой выполняет следующее действие. Маша опомнилась, вскочила и убежала домой. Повествование завершено. Вот таким образом, очень условно, мы можем разделить текст на смысловые части и помогаем детям каждый раз, объясняя, почему появляется новая часть. Потому что либо новый герой, либо новое обстоятельство, новое место действия, новое время, да, новое событие. Разделили текст на смысловые части. Следуем дальше. А дальше мы должны посмотреть вспомогательные вещи, определить жанр текста, потому что жанр текста тоже позволит нам проверить себя, правильно ли мы разделили на части. Потому что если это сказка, значит мы понимаем, какие составные части сказки мы знаем. В данном случае это рассказ. А мы знаем, что рассказ имеет следующую структуру. Завязка, развитие действий, кульминация, развязка действий и окончание сюжета, развязка действий. Поэтому в соответствии с нашими разделенными частями мы можем посмотреть. Но увидеть, что у нас получилось 6 частей, это тоже допустимо, потому что иногда в тексте бывает так называемая экспозиция, когда вводится в тему текста, в содержание текста. В данном случае то, что Маша выбежала из дома, побежала в лес, как раз и является экспозицией. Но дальше, когда мы разделили на смысловые части, мы очень спокойно можем составлять план. К концу 4 класса, в соответствии с нормативными документами, дети начальной школы должны знать 3 вида плана. Номинативный, либо назывной, вопросный и цитатный. И к концу 4 класса выбирать тот план, который удобен им для чего? Для составления текста или для пересказа текста. Каким же образом можно составлять план текста? Ну, во-первых, очень чётко помнить, что значит номинативный и назывной. Это такой план, в названии которого встречаются очень короткие слова, как правило, существительные, чаще всего, которые ёмко определяют содержание этой части. Вопросный. В этом плане каждый заголовочек каждой части – это вопрос, на который отвечает содержание той или иной части. И цитатный. Это фразы, взятые из текста. Они могут быть сокращения, они могут быть неполные, могут быть соединены некоторые части, начала и конца, допустим, фразы, которые опять отражают содержание этой части. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание при составлении плана. Прочитайте часть текста, найди главные слова. На основе этих главных слов и заглавь часть, запиши. Ну, допустим, если это первая часть, которая перед вами на слайде, и мы составляем номинативный план, мы понимаем о том, что какое главное событие происходит в этой части, без которого дальнейшее содержание бессмысленно. Ну, конечно, в лес, потому что именно там происходит дальнейшее действие. Если вопросный план, мы можем спросить, кто рано утром побежал в лес? И тогда, отвечая на этот вопрос, мы ответим, что побежала Маша, да и как она побежала в лес. Если цитатный, мы можем опять же взять часть фразы «Маша побежала в лес». Ну и первый вариант, и второй, и третий показывает нам содержание этой части. Пробуем дальше. Вторая часть опять перед вами. Что самое главное, о чём рассказывает эта часть? Что было какое-то событие, которое изменило планы Маши. Давайте найдём это событие. Если бы она не подскользнулась, не упала, не укололась, тогда бы дальнейших действий не было, потому что она уже набрала земляники и хотела побежать домой. Значит, это главное событие. Поэтому мы можем назвать, опираясь на эти главные слова. Ну, например, «Укололась», да, или как вопросный план, «Что случилось с Машей в лесу?» и мы можем рассказать, какое событие произошло с Машей в лесу, или взять цитату, «Поскользнулась, скрикнула от боли, укололась о какие-то острые колючки». Это то главное, что произошло с Машей в лесу. Рассмотрим третью часть. И снова, что главное в этой части? Кто был виновник Машиной раны? Опять, это герой, без которого дальнейшие события не происходят. Поэтому, если мы говорим о назывном плане, мы можем в качестве заголовка взять слово «ёж», потому что именно он виновник Машиной раны. Дальше мы можем спросить, кого увидела Маша под кочкой, и опять рассказывать о том самом еже, или взять фразу «Под кочкой сидел ёж». Именно он виновник раны, и именно из-за него происходят дальнейшие события. Смотрим следующую часть текста. Опять перечитываем и видим, кто главный герой здесь, от которого грозила смертельная опасность. Найдём эти главные слова. Ядовитая гадюка, которую испугалась Маша так сильно, что руки-ноги отнялись. Это та гадюка, которая напугала её, потому что ползла к ней, шипела и высовывала раздвоенный язык. Тогда пусть и будет название этой части «Гадюка». Тогда, если это вопросный план, то мы можем спросить, кто напугала Машу, и будем знать, что это ядовитая гадюка. Или мы можем взять часть «Ползёт гадюка, шипит и высовывает раздвоенный язык», чтобы при пересказе мы вспоминали, что за герой появился, от которого Маше грозила смертельная опасность. Дальше опять перечитываем следующую часть текста «Очень внимательно с детьми», потому что это очень важно научить ребёнка всматриваться в слова и находить вот это самое главное, что есть в содержании. Дальше. Что же в этой части происходит? Происходит схватка между ежом и гадюкой. Ещё неизвестно, кто победит. Поэтому в качестве номинативного плана, если мы составляем, то, наверное, мы можем выбрать заголовок «Схватка», потому что это ключевое событие, которое происходит в этой части. Или, например, мы можем спросить, как ёж защитил Машу от гадюки и рассказать, как происходила эта схватка. Или, например, ёж бросился на гадюку, схватил зубами позади головы и наступил на спину лапой. А это будет цитатный план, если мы возьмём эту часть для заголовка, для нашего плана. И тогда последняя часть. Опять мы перечитываем, ищем главные слова, главные то, что Маша спокойно убежала домой после того, как опомнилась. Поэтому, если это номинативный план, мы можем назвать «Домой», если вопросный «Куда побежала Маша», если цитатный, то «Маша вскочила и убежала домой». Вот таким образом мы очень спокойно и медленно, не торопясь, учим детей вчитываться в каждую часть, в содержание каждой части текста, находить главные слова, понимая, что именно от этого зависит содержание следующей части, и на основе этих главных слов подбирать заголовок. Таким образом, когда мы озаглавили каждую часть, мы можем себе составить план. Каждый ребёнок может выбрать тот вид плана, который ему ближе. И тогда, допустим, если это номинативный план, то части будут называться так «В лес», «Рана», «Еж», «Гадюка», «Схватка», «Домой». Понятно, что если мы возьмём из средней колоночки название каждой части, у нас получится вопросный план. Если мы возьмём название части из третьей колоночки, получится план цитатный. И тогда мы ещё раз проверим, получится ли восстановить текст по плану, не пропущена ли какая-то часть. Если нужно внести изменения, и на основе составленного плана можно говорить о пересказе. Ну а дальше какой пересказ будет подробный, краткий, выборочный или творческий, об этом уже речь пойдёт дальше. Итак, план составили. Как я уже сказала, пересказ тоже является достаточно трудным видом деятельности для детей. Я думаю, что это будет тема дальнейших вебинаров. А на данный момент мне хотелось бы ещё раз остановить ваше внимание на таком домашнем задании, как составление характеристики героя. Что делают наши дети? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Расскажи, пожалуйста, об этом герое. И тогда они либо начинают перечислять, что герой делал, либо подбирают те прилагательные, которые есть в их лексиконе. Это хороший герой, он смешной, он добрый и так далее. И по сути, в общем-то, на этом характеристика и заканчивается. И учеников 2-го, и 3-го, и даже 4-го класса. Так вот, чтобы давать подробную характеристику героя, опять есть памятка в учебнике, на которую можно опираться при составлении характеристики. Но мне-то хотелось бы показать вам работу с текстом, на основе которой составляется характеристика героя и рассказ о герое. Безусловно, я говорю о смысловом чтении, об очень вдумчивом чтении, которое позволяет замечать особенности употребления слов, словосочетаний в тексте, которое позволяет видеть за строчками текста, делать свои выводы и связывать выводы между собой. Итак, на примере одного из рассказов я предлагаю вам поработать вместе со мной и составить характеристику героя. Знакомство с произведением можно начать с представления автора. Попросить детей рассмотреть фотографию, прочитать фамилии, имя, отчество, некоторые данные о писателе и попросить рассказать, знаете ли вы этого писателя. Если знаете, то какие его произведения вам знакомы. И тогда мы можем предположить, о чём будет то произведение, которое мы будем читать. Если нет, то на основе тех данных, которые представлены на слайде, мы можем предположить, мы можем, вернее, рассказать, в какие годы он жил, кем он был, для кого он писал. Итак, если нам его произведения не знакомы, мы просто анализируем, что Яковлев Юрий Яковлевич прожил достаточно большую, серьёзную жизнь, во время которой являлся советским, российским писателем, сценаристом. Кто такой сценарист? Те, которые пишут сценарии, автором книг для подростков и юношества. Какое же произведение мы с вами сегодня будем читать? А называется произведение «Рыцарь Вася». Давайте попробуем порассуждать. Что же это за произведение? Почему «Рыцарь Вася»? Давайте вспомним, кто такой «Рыцарь»? Вооружённый, конный воин, всадник, наездник. Это почётный дворянский титул в Европе. И значит, прилагательные, которые характеризуют этого героя, могут быть следующие. Сильный, храбрый, преданный, честный, доблестный, непоколебимый, благородный, мудрый, милосердный, великодушный, отважный, то есть высочайшей степени. «Рыцарь» – это что-то, это человек действительно благородный, дворянского титула. И вдруг «Вася». Разве «Вася», разве «Рыцарей» зовут «Вася»? Почему же автор берёт, выбирает такое необычное название для своего произведения? «Рыцарь» – «Вася». Может быть, уже в самом заголовке кроется какой-то тайный смысл? Давайте попробуем предположить перед чтением, перед тем, как мы откроем первую страницу произведения, а затем после чтения проверим, подтвердилось ли наше предположение. Итак, открываем книгу. Мы помним, что наша задача – составить характеристику героя. Ребята называли его тюфяком. А что такое тюфяк? Тюфяк – это мешок, набитый сеном, чем-то мягким и служащим матрасом, либо апатичный, вялый, безвольный человек. И так ребята его называли тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. И никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой, толстой внешностью. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что, какую информацию мы можем взять для характеристики героя, прочитав этот отрывочек. Ребята называли его тюфяком. Значит, мы понимаем, что это какой-то апатичный, неповоротливый человек. И действительно, они его называли за его медлительность, неповоротливость и неловкость. Значит, как выглядел этот человек? Медлительный, неповоротливый, неловкий, вялые движения, глуховатый голос и толстая внешность. Это полный человек. Так выглядит наш герой. Похож ли он на рыцаря? Нет, не похож. Рыцари подтянутые, сильные физически, что-то не то. Давайте продолжим читать дальше. А в груди билось благородное сердце рыцаря. В мечтах он видел себя смелым рыцарем на белом коне, который ездил по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. У рыцаря обычно были красивые иностранные имена Ричард или Родриго или Айвенга. Его же звали просто Вася. В мечтах из толстого он превращался в стройного, а в движениях появлялась ловкость. Итак, мы с вами знаем, как выглядел этот герой. Неповоротливый, неловкий, полный, мешковатый, с неловкими движениями. А что же было внутри этого человека? А внутри этого человека билось благородное сердце рыцаря. Он видел себя смелым рыцарем на белой коне, который ездил по свету, совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. В мечтах он из толстого превращался в стройного, а в движениях появлялась ловкость. Он хочет быть благородным, смелым, сильным, ловким, очень добрым, потому что хочет защищать слабых и обиженных. Его помыслы чисты, но та внешность, в которой он живет, пока не позволяет ему это делать. Почему же так происходит? Давайте посмотрим дальше. В свободное время Вася ходил в музей. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого к серебряному. Ему казалось, что рыцари следят за ним, и никто из них не смеется, не называет его тюфиком. Вася мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно. В классе Вася появлялся после второго звонка. Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пальцы сами начинали рисовать рыцарей. Он давал себе слово измениться, начать новую жизнь, старался быстрее двигаться, ни о чем не отставать от ребят, но из этого ничего не выходило. Итак, что можно сказать об этом человеке? Он мечтал о подвигах, он мечтал помогать славым и обиженным. Значит, это какой человек? Очень мечтательный. Очень мечтательный, у которого существует большая, светлая мечта, но при этом человек, который ничего не может изменить. Ведь он давал себе слово измениться, начать новую жизнь, но из этого ничего не выходило. Как называют такого человека? Что говорят про такого человека? Скорее всего, безвольный, потому что хочет, но не получается, не делает, может быть, не прикладывает достаточно усилий. Поэтому из этого отрывочка мы можем сказать следующее, что это был мечтательный человек, но безвольный. Все эти характеристики мы складываем в свою копилочку для того, чтобы рассказать о герое. И читаем дальше. Трудно провести границу между осенью и зимой. Была еще осень, бывает так, извините, что еще не опали листья, а на землю ложится слабый свет, а иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. И тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно. В один из таких дней Вася шел по берегу реки. Вдруг он увидел Диму Ковалева, который кричал, «Тонет, тонет!» «Кто тонет?» не спеша спросил Вася. «Не видишь, что ли, мальчишка тонет, под лед провалился, что стоишь?» Другой поспросил самого Димку, «Что же ты не поможешь ему?» Но Вася не догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую реку и увидел в воде маленького мальчика. Вот здесь мы можем остановиться и попросить детей задуматься, как вы думаете, а что произойдет дальше? С одной стороны, мы помним, как выглядит Вася, неповоротливый, неловкий, толстый и очень тонкий лед, который может провалиться. С другой стороны, это человек, который мечтает, делает добрые дела. И пока, несмотря на то, что пока у него не получается, он хотел бы защищать слабых и обиженных. Как вы думаете, пойдет или не пойдет? И поступит так же, как Димка. Давайте прочитаем дальше. Вася был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед, а Димка снова стал кричать, «Осторожно, а то утонешь!» Он кричал, а Вася шел по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть перепуганного мальчишку, который не мог сказать ни слова. Где-то в глубине души Вася понимал, что сейчас лед может сломаться, и он тоже окажется в воде. Но это не остановило его. Димка уже не кричал, он ждал, что будет дальше. Он видел, как Цюфяк схватил мальчишку за руку, как стал ломаться лед. Наконец, Васе удалось вытащить малыша. Когда они вышли на берег, Димка сказал Васе, «У тебя ноги мокрые, беги домой, я сам его отведу». Вася посмотрел на смасеного мальчишку, потом на мокрые ботинки и сказал, «Давай». И пошел домой. Посмотрите, что происходит. Димка не пошел на лед. Он прекрасно понимает, что лед тонкий, и он может провалиться. Он струсил. А Вася, чувствует ли он себя здесь героем, что он сейчас спасет мальчишку и станет рыцарем? Нет. Просто его доброе сердце не понимает, что можно сделать по-другому. Он шел по льду. И вроде как понимал, что лед может сломаться, и он тоже может оказаться в воде. Но он видел только этого беспомощного мальчишку, который барахтался в воде и в любую минуту мог уйти под воду. И мысли о себе у него не было. Так как же называют такого человека? Опять, мы можем сказать, что именно здесь проявляются такие его черты характера и назвать его сильным, храбрым, честным, благородным, милосердным, великодушным. Он не задумывается о собственной выгоде, о собственной славе. Он думает только о том, чтобы спасти этого ребенка. Вот в чем великодушие этого человека. Что же было дальше? На другой день, когда он вошел в класс, там никого не было. Все ушли в зал. Вася вошел в зал и встал в заднем ряду. В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас первоклассника, который провалился под лед. Вася стоял у стены и слушал, как хвалит Димку. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет, никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно. В конце концов, он и сам поверил, что Димка герой, ведь он первый заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, Тюфяк захлопал тоже. Итак, посмотрите, пожалуйста, линейка. Вася прекрасно понимает, что спас мальчишку он, но при этом Димка Ковалев присвоил эту славу себе. Вся слава и почет Димке, все его хвалит. Вася понимает, что он врет, но при этом он не борется за правоту, не говорит о том, что это он спас, что это неправда, что Димка врун. От одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно. Ему стало стыдно, что на него обратят внимание. Поэтому ему легче было смириться с этим враньем, чем обращать внимание на себя. Поэтому мы можем сказать, что это очень скромный человек, это бескорыстный человек, а кроме того, совестливый и стыдливый, который никогда не будет привлекать к себе внимание. И заключительная часть. Линейка кончилась, ребятам велели расходиться по классам, и тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж. Он с трудом протеснулся за парту, сдвинул ее с места, а когда начался урок, взял в короткие, пухлые пальцы, тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила. Заканчивается история. Но мы с вами говорили об этом человеке и давали его характеристику. Вот из последнего отрывка мы можем сказать, что это человек верной мечте. И, скорее всего, его мечта осуществится. Когда-нибудь он действительно сможет, вероятнее всего, найти силы для того, чтобы быть и сильным, и физически развитым. Может быть, ему встретится человек, который будет с ним идти по жизни, который поможет реализовать его мечту. Но в любом случае это человек очень светлый. Давайте посмотрим, что же у нас получилось, говорим мы детям. Как выглядит этот человек? Медлительный, неповоротливый, неловкий, с глуховатым голосом. Мы все это сами отобрали. Мечтательный и безвольный. А что же внутри у этого человека? В мечтах он видел себя смелым рыцарем на белом коне, который ездил по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он сильный, храбрый, честный, благородный, милосердный, великодушный, с совестливой, стыдливой, скромный, бескорыстный, верной мечте. Так что же важнее в этом человеке? Его внешняя непривлекательность или его прекрасный внутренний мир? Для себя нужно найти ответ на этот вопрос. По большому счёту, конечно, мы видим, как за этим непривлекательным человеком стоит сильный, видно благородное сердце этого мальчика, абсолютно бескорыстного, достаточно честного, благородного, великодушного, стыдливого, скромного. И теперь мы с вами попробуем на основе этой информации, которую мы собрали из каждой части текста, и составить текст, который будет служить характеристикой героя. Опять, соединяя между собой в определённые предложения полученную информацию, мы можем получить текст о том, что этот был медлительный, поворотливый, неловкий мальчик с глуховатым голосом. В мечтах он видел себя смелым рыцарем на белом коне. Однажды он совершил поступок, который показал, что Вася сильный, храбрый, честный, благородный, милосердный, великодушный человек. Но при этом о его поступке никто не узнал. Да и Вася не стремился к этому, ведь он был совестливый, стыдливый, скромный и бескорыстный. После несостоявшейся минуты славы Вася остался верен своей мечте. Я думаю, что его мечта, и тогда каждый из детей, допишет сам, сбудется или не сбудется, и добавит слово потому что обоснуя свою точку зрения. Вот таким образом мы можем учить детей создавать характеристику, когда за строчками текста мы видим то глубокое содержание, которое передает нам автор, забирая информацию с каждой части, выискивая, делая выводы после каждой части, отбирая эту информацию, преобразовывая эту информацию, собирая ее в единый текст, мы можем научить к концу четвертого класса давать такую полную развернутую характеристику. Безусловно, это не второй класс, когда дети еще только начинают учиться, рассказывать о герое, определяя, кто герой, но к концу четвертого класса они вполне осознанно могут это делать. Чем, опять же, мы можем помочь нашим младшим школьникам? Существует пособие, это целая серия пособий автора Марина Викторовна Бойкина и Инна Анатольевна Бубнова. Первая серия пособий называется «Смысловое чтение». Эти пособия помогают детям научиться читать, читать вдумчиво, осмысленно, подключая воображение, подключая анализ, синтез и другие мыслительные операции. Это серия пособий в рамках литературного чтения, которая называется «Тетрадь по развитию речи», которые с первого по четвертый класс помогают детям научиться создавать тексты, как устные, так и письменные, как частично подготовленные, так и спонтанные, разных типов, разных жанров. Ну и, наконец, третья линейка этих пособий в рамках литературного чтения называются они «Работа с текстом». Те же авторы. Работа в этих тетрадях помогает применять разные приемы поиска, переработки и представления информации. Начиная с первого класса по четвертый предлагаются задания, в которых детям предстоит учиться находить определенную информацию, работать с этой информацией, что, по сути, мы с вами только что и делали, и представлять эту информацию в виде проектов, в виде исследовательских работ, в виде сообщений. Это то, что детям очень пригодится и в основной школе. Ну и заканчивая вебинар, мне еще раз хотелось бы поблагодарить вас за внимание, пожелать успешного обучения вашим детям спокойствия и гармонии уважаемым родителям. Если нет у нас с вами вопросов, а вопросов у нас нет, тогда всего вам доброго, до новых встреч. Мы обязательно ответим на все интересующие вас вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!